Приветствую друзья, я Виталий Порников. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время своей встречи с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу заявил, что стремится получить гарантии того, что Москва защитит Беларусь в случае нападения, аналогично тому, как она собирается защищать собственную территорию. Лукашенко сообщил Шойгу, что ранее уже обсуждал этот чувствительный вопрос с российским диктатором Владимиром Путиным и получил заверение, что гарантии безопасности Беларуси, аналогичные гарантиям безопасности для регионов самой Российской Федерации, важны и должны быть формализованы. Он поддержал меня по всем направлениям, хвастался Лукашенко Шойгу. Он говорит, что нам нужно проеверизовать все наши договоры и соглашения, посмотреть какой нормативный правовой акт межгосударственного характера нужно принять уже сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси. Формула такова. В случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как свою собственную территорию, заявил белорусский диктатор российскому министру обороны. Подобное заявление Лукашенко еще раз говорит о том, что по ходу своего сотрудничества с Российской Федерацией после народных протестов 2020 года, жестоко подавленных к белорусским силовым аппаратам, Лукашенко все в большей и в большей степени утрачивает собственный суверенитет. По сути, главная задача белорусского диктатора сегодня приравнять свою территорию к регионам России. Лукашенко очевидным образом опасается того, что его страна может быть втянута в силовой конфликт Российской Федерации и Украины. По крайней мере, именно такого втягивания, несмотря на все сопротивление Лукашенко, от него все время хочет президент Российской Федерации Владимир Путин. И, разумеется, с подобными же уговорами в Минск прибыл и министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Совершенно новую ситуацию с точки зрения безопасности самой Беларуси создает решение Владимира Путина о размещении на территории Республики Беларусь тактического ядерного оружия Российской Федерации. Это решение уже жестко осуждалось западными странами. С его критикой выступали президент Соединенных Штатов и руководители стран Европейского Союза. Президент Французской Республики Эммануэль Макрон во время своих переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзяньпином призывал китайского лидера отреагировать на тот факт, что Владимир Путин практически через несколько дней после того, как Россия и Китай подписали декларацию с демонстрацией согласия относительно невозможности размещения ядерного оружия за пределами национальных территорий ядерных стран, принял решение о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. И, несмотря на то, что председатель Китайской Народной Республики практически ни разу не осудил, это агрессивное решение российского и белорусского диктаторов. Впрочем, не буду утверждать, что это решение белорусского диктатора. Думаю, что Лукашенко просто поставили в известность. Тем не менее, тот факт, что наличие на территории Беларуси тактического ядерного оружия вызывает подобное возмущение западных стран, уже пугает Лукашенко. Он понимает, что каждый новый день он переходит новые и новые красные линии, требующие от цивилизованного мира ликвидации его отвратительного преступного режима, одновременно с ослаблением преступного отвратительного режима другого военного преступника, омерзительного Владимира Путина. И Лукашенко требует от Владимира Путина, чтобы по отношению к Беларуси, как к его собственному владению, Путин отнесся так же, как в случае, если будут какие-либо удары по суверенной территории самой Российской Федерации. Но понятно, что такого рода статус превращает Беларусь из суверенного государства в настоящий лимитров Российской Федерации, в некое подобие Абхазии или Южной Осирии. Ведь после того, как Российская Федерация признала независимость этих грузинских автономий и установила с ними дипломатические отношения, было принято и другое, пожалуй, даже более важное решение, когда так называемые вооруженные силы Абхазии и Южной Осетии были инкорпорированы в состав вооруженных сил Российской Федерации. То есть Абхазия и Южная Осетия, не став частями Российской Федерации, превратились в ее колонии. Замечу, между прочим, что для того, чтобы провести подобное достаточно опасное для судеб и Абхазии, и Южной Осетии законодательное решение, Владимир Путин вынужден был произвести в обеих самопровозглашенных республиках смену власти. Фактически и в Абхазии, и в Южной Осетии состоялись перевороты, после которых к руководству этими республиками на не такое уж долгое, но важное для подписания подобного соглашения время пришли пророссийские, а я бы даже сказал, российские силовики, послушно исполнившие все пожелания Кремля. В Беларуси не произошло смены власти. Лукашенко издевается над этой страной с 1994 года, когда он стал президентом Беларуси в результате удачной операции Федеральной службы безопасности России. Однако после 2020 года Лукашенко лишился какой-либо возможности маневрировать между Российской Федерацией и цивилизованным миром, даже между Российской Федерацией и Китаем. Можно даже сказать, что залогом хороших отношений Минска и Пекина стали близкие отношения Республики Беларусь с Российской Федерацией. И таким образом сейчас Россия может приступить к следующему этапу поглощения Беларуси согласно тому плану, который был недавно обнародован западными медиа и который предусматривает поглощение Республики Беларусь к 2030 году. Несмотря на то, что план стал достоянием общественности, Лукашенко, как аккуратная марионетка, воплощает один пункт этого антибелорусского плана за другим. И вот теперь речь идет не просто о гарантиях безопасности, а о инкорпорировании белорусской силовой системы в силовую систему самой России. Потому что если этого инкорпорирования, если это интеграции, если этой фактической подчиненности силовой структуры Республики Беларусь самой Российской Федерации, то есть Путину не произойдет, то какие же будут инструменты для защиты Беларуси у российского президента. Это, кстати, тот вопрос, который логически должен был задать Владимир Путин Александру Лукашенко в случае, если Лукашенко поставил перед ним проблему необходимости защиты Республики Беларусь от возможной агрессии так, как Путин хотел бы защитить территорию Российской Федерации. Впрочем, я думаю, что никаких таких вопросов Путин перед Лукашенко не ставил просто потому, что это не Лукашенко просил Путина защитить его страну от возможной внешней агрессии. А Путин объяснял Лукашенко, как будет устроена жизнь после того, как белорусские силовые структуры будут интегрированы в силовые структуры Российской Федерации. Самое интересное, что и самому Лукашенко в этом случае никакая безопасность уже гарантирована не будет. Вопрос не в том, будет ли защищать Путин Беларусь как Брянскую или Курскую область в случае, если он получит полный контроль над белорусскими силовыми структурами. Вопрос в том, что он просто в один прекрасный день уберет Лукашенко за ненадобностью, как старую завалявшуюся детскую игрушку и назначит на пост президента Беларуси какого-нибудь российского или пророссийского силовика, который будет куда более послушан в исполнении пожеланий российского президента и его преступной клики. Так что Лукашенко в любом случае ждет бесславный крах. Проблема только в том, что пытаясь отсрочить этот крах, Лукашенко жертвует интересами собственного государства и собственного народа, превращается в самого настоящего предателя Беларуси. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети, на канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти проекты. Присоединяйтесь к функции спонсорства в самом YouTube. Мирова! Субтитры создавал DimaTorzok